В последнее время в соцсетях можно увидеть много объявлений об услугах хиджамы. Лечение кровопусканием – один из древнейших методов лечения болезней, который был известен еще до нашей эры. Наша съемочная группа попыталась выяснить о вреде либо эффективности данного вида лечения. Хиджама не включена в список гарантированных медицинских услуг в Казахстане. Этот метод, как и другие методы народной медицины, не относится к медицинским услугам, которые считаются научно обоснованными, доказанными или регулируемыми министерством. Как подчеркнула Лизат Исингалиева, заместитель руководителя управления здравоохранения, ответственность за эти непроверенные и зачастую опасные методы лечения лежит в первую очередь на участниках процесса, на тех, кто открыл подобный кабинет и тех, кто пользуется данными услугами. И вот буквально перед встречей с вами я созвонилась с представителями комитета департамента. Лицензия на медицинскую деятельность, на такую деятельность, она не выдается только потому, что она не входит в медицинский вид услуг. И этот вопрос, вот именно вот эти вот вопросы и обсуждались на таком совещании с участием вице-министра Республики Казахстана, что о нетерпимости медицинских работников к данным процедурам, к детям. Потому что могут возникнуть различного рода осложнения, возникнуть нагноения. Возможно, если не та вена, пойдет сильное кровотечение, смогут ли оказать вовремя помощь. Это может быть заражение какой-нибудь инфекции. Если мы, допустим, гнойную инфекцию, ну, стрептококковую инфекцию, мы увидим сразу, буквально через два дня. А такие инфекции, как вирусные гепатиты, тот же самый СПИД, мы можем увидеть это через 5-6 месяцев. И где это будет доказано, что это, возможно, вред здоровью причинен именно в кабинете хиджама. А что думает о хиджаме простой народ? Я не хожу. Я считаю, лучше заниматься спортом, чем прибегать к хиджаме. Я не верю и никогда не пойду. Я ходила только один раз, но мне не понравилось. Хиджама, лечение которой в большей степени имеет религиозный аспект, в чем предки наши видели пользу хиджамы и в чем его опасность, об этом мы поинтересовались у имама. Хиджама является сунной пророка и полезна. Выводя кровь, человек может излечиться от многих болезней. Согласно хадису пророка, хиджама полезна для памяти, зрения и пищеварения. В хадисе пророка сказано, что делать хиджаму необходимо 17, 19 и 21 числа каждого месяца. Сейчас много центров хиджамы. Некоторые люди до конца не знают, что должен быть сертификат. Поэтому лучше обратиться к специалисту. Хиджама представляет собой очень простой и эффективный способ избавления от многих болезней посредством выведения из организма грязной крови. Такие рассуждения можно прочитать в социальных сетях. И многие люди выбирают именно этот способ, как панацею от всех недугов, пренебрегая длительным лечением у квалифицированных врачей. Каждый, кто решился на эту процедуру, должен четко понимать, что никто не может гарантировать, какими могут быть последствия. И помнить, эффективность и безопасность нетрадиционной медицины научно не доказана. Жанна Руслан, Бауржан Ниасхул, Саламат Каипов, Дидар.